Маша Сболинская-Песецкая. 20 сентября 2019 года. 9 лет их с нами нет. Кому соболезнуем? Много лет назад умер один общественный деятель, с которым сотрудничал юридический форум. Я позвонила начальнику высказать соболезнования. — Я вам очень сочувствую, — начала я проникновенно, как принято в таких случаях. — Мне? Только мне? — изумился мой начальник. — Нет, ну и всей организации, конечно. Всем вам, — дипломатично ответила я. — Нам! — закричал мой добрый, демократичный, всегда понимающий начальник. — Что значит «нам»? А ты тут ни при чем, что ли? Ты не с нами? — М-м-м... Я просто его не знала лично, — растерянно пробормотала я. — Да какая разница! — донесся из трубки хриплый крик. — Знала, не знала. Разве мы не одно дело делаем? Разве нам не надо продолжать дальше одним без него? А получится ли у нас? Справимся ли без него? Разве это все тебя не касается? — Да, конечно, он умер в своей постели, но ведь он получил когда-то на войне тяжелое ранение. Иди, знай! Тебе это не больно? Меня эта ситуация начала немного доставать. В чем я-то виновата? Позвонила высказать соболезнования все, как полагается у культурных людей. За что он на меня-то кричит? — Я с очень большим уважением относилась к этому человеку, — проговорила я медленно, как говорят с душевнобольными. И, безусловно, мы делаем общее дело, и я всегда с вами. Но просто я его не знала лично. Вот я и говорю, высказываю вам соболезнования. Никого не хочу обидеть. Ты еще не начала понимать. Так же медленно, явно обдумывая каждое слово, проговорил мой начальник. И это, конечно, твое счастье. Ты еще молода, еще мало горя пережила на этой земле. Хотя были и помоложе тебя. Ну, кому как везет, конечно. Потом он сухо извинился. Прости, мол, что ни за что на тебя накричал. Нервы сдали. И долгое время еще разговаривал со мной коротко и по делу. В сентябре 2010 года мы с Аликом вернулись домой. В доме закончилась зубная паста. Я равнодушным взглядом обвела ванную. Кажется, еще шампуни закончились. Хотя шампуни, бог с ними. А вот без пасты никак. Кажется, придется все-таки пойти в суперфарм. Потом я попыталась подумать, что еще закончилось и что еще надо купить. Но мысли в голове не оседали, а куда-то разбегались. Места для них в голове не было. Она вся была заполнена бессмысленными попытками подумать, какие еще есть дела в Бейт-Хагае. А дел там в последнее время было так много, что это, в общем-то, было к лучшему. Потому что в результате не оставалось ни минуты подумать о том, что случилось на самом деле. Дела наплывали как волны и сметали на своем пути любую попытку понять. Да что же это такое произошло? Надо взять детей и поехать с ними в больничную кассу. У них какие-то глазные и ушные обследования. Где их карточки? Дело в том, что мы не знаем, где они. Вы спрашиваете, знают ли родители? Да дело в том, что у них больше нет родителей. Вот и спросить не у кого. Да, те самые. Извините. Надо отключить ход. Почему, спрашиваете, надо отключить его? Да дело в том, что им больше некому пользоваться. Да, вы правильно поняли. Дело-то в том, что нет никакого оставшегося супруга. И оставшейся супруги тоже нет. Как так? Ну вот так. Да, те самые. Там пришла пресса. Хорошо, пресса, здравствуйте. Я к вашим услугам. Нет, не родственница. Близкая подруга. Почему родственники не хотят говорить? Ну, не знаю. Как-то не хотят. Нет, не надо пробовать. Хотите, интервьюируйте кого-то из нас. Хотите, уезжайте. С другого конца страны привезли пожертвования. Бесчисленные бабушки передают по 50 шекелей детям со своей алимовской пенсии. Послушайте, это не нужно. У них все есть, кроме тех, кого нет. Может, отвезете обратно? Да, я понимаю, вы этим их очень обидите. Давайте подумаем, кому это отдать. Есть ведь нуждающиеся люди. Или так нельзя делать? Давайте думать и советоваться. Откуда-то время от времени неслышно появляется альк и что-то дает поесть, заставляет переодеться, напоминает, что пожилым людям надо принять таблетки, чтобы ни у кого не было инфаркта. Потом он также не слышно, куда-то исчезает. Надо сделать экскурсию вместо встречи по Иудее. Люди записались, они ни в чем не виноваты. Им не сообщали, что такое будет. Собственно, никому не сообщали. Моя боевая подруга Аня Антопольская готовит списки людей. Мы не спим в эту ночь, но мы уже много ночей почти не спим. Какая разница? Экскурсовод Ицик Фишелевич охрипшим голосом что-то вещает, отвечает на вопросы, шутит. Да, мы их знали, мы их друзья. К слову сказать, все это теперь в память о них, раз уж так получилось. Бред какой-то. Да они сейчас вернутся и сами посмеются над всей этой бодягой. Думать некогда, слава богу. Надо позвонить опоздавшим. В какой-то момент количество дел достигает пика, а потом, как водится, начинает спадать. Нельзя сказать, что их стало меньше. Просто с каждым днем становится все понятней, что теперь, пережив первый шок, члены семьи хотят остаться друг с другом наедине. Что очень хочется еще чем-то помочь, но главной помощью сейчас будет наш уход. И мы уходим. Как странно. Та же квартира на Ремезе. Тот же лес. И даже те же мы в треснувшем зеркале. Только с красными глазами. Как же мы будем дальше жить? Как будем дышать? С чего вообще эту обычную жизнь начать? Как хорошо, что рядом с нашим домом такой прекрасный лесной овраг. Мы ходим туда и, скрывшись от чужих глаз, часами обсуждаем отчет, представленный полицией. Алик больше в этом понимает. Он воевал. Я журналист. Я в основном задаю вопросы. А он объясняет, что произошло. По крайней мере, пытается. Мне кажется. Может быть, говоря об этом, мы, наконец, заплачем и станет легче. Но плакать не получается. Больше эти разговоры похожи на игру. Что, где, когда. По такой версии оно было так-то. А по другой – вот так-то. А вот если бы было чуточку по-другому, то было бы вообще вот так. К нам в овраг приходят кабаны и смотрят на нас удивленными глазами. Чем это мы так увлеченно занимаемся на их территории? Мы смотрим на кабанов почти ласково. Мы их не боимся. Они же не люди. Каждый в такие дни проявляет себя в чем-то, в чем силен именно он. Как это неудивительно. Алик готовит. И, как всегда, вкусно. Как он это делает? Я пытаюсь вспомнить, где у нас вообще соль и сахар. Но безрезультатно. Но говорить нормально с людьми он не может. Лучше его вообще сейчас никому не подпускать. Ну, хотя бы потому, что в его языке в последнее время преобладает ненормативная лексика. За отношения со внешним миром отвечаю я. И поэтому в суперфарм придется переться мне. Еще очень долгое время после этого мне было совершенно все равно, что на мне надето, каким мылом мыться и так далее. Но зубная паста — это совсем другое, потому что зубы должны быть в порядке. Потому что уже сейчас понятно, что в скором времени придется много улыбаться, выступая перед людьми, снимаясь на телевидении, общаясь на экскурсиях, рассказывать о поселениях. О том, почему там стоит жить. Приводить доводы в защиту поселенцев. Объяснять, что такое храмовая гора и с чем ее едят. Комментировать выпущенный нами путеводитель по храмовой горе. Бороться за эту землю, такую непростую, такую удивительную, такую нашу. Бороться руками, ногами, зубами. В их память. Я, наконец, отправилась в путь. Ремезовская тропинка идет под горку. По ней легко бежать и легко думать. В голове яснеет. Я вспоминаю. С этой зубной пасты-то все и началось. Я ехала утром 31 августа в Ремезовской маршрутке, направляясь в Иерусалим и обсуждала с Наташей, что как-то смешно получилось. У всех правых активистов одновременно кончилась зубная паста, а она нам сегодня как раз в Иерусалиме понадобится. Рядом сидела моя знакомая. У вашей подруги в трубке такой изразительный смех, что мне кажется, будто она прямо здесь с нами, сказала она мне. А она была здесь совсем недавно, со всей семьей, и еще много раз приедет, я вас познакомлю, она замечательная, будете смеяться вместе, ответила я ей весело. Да нет, все началось раньше, когда я за две недели до этого приехала в Иерусалим по работе и после заседания прогуливалась по центру города, намереваясь поехать навестить свою подругу в поселение, расположенное к северу от Иерусалима. И тут позвонил Вадик. Я обрадовалась. Когда звонит Вадик, это всегда интересно. Это значит, будет какой-то важный, осмысленный разговор, оригинальный и веселый одновременно. Привет, сказал Вадик. У меня к тебе очень важный вопрос. Можешь говорить? Конечно, с готовностью ответила я. Как раз сейчас могу говорить. Дело в том, задумчиво сказал Вадик, что скоро идти в бассейн. И вот тут возникает вопрос. Обязательно туда надо идти в плавках или можно в обычных трусах? Хм, задумалась я на автопилоте. Да вроде бы лучше в плавках. Они ведь плавки. От слова плавать, значит, в них и нужно плавать. Разве нет? Это правда, продолжил дискуссию Вадик. Но если нет плавок, что делать? Я тут у Машбира могу зайти купить, услужливо предложила я. Да ну, еще деньги тратить, сказал Вадик. Бог с ним. Можно, наверное, пойти и в трусах. Но тогда у меня к тебе еще более важный вопрос. В каком отделении нашего шкафа они могут лежать? Я почувствовала, что беседа зашла в тупик. Вадик, сказала я, смущен на трубке. Ты знаешь, это ж мерочка. Ой, сказала трубка и загудела. Потом я позвонила Наташе, и мы долго взахлеб смеялись и острили на тему того, что слишком много мы друг с другом общаемся. Уже и голоса у нас стали одинаковые, и интонации. Родной муж отличить жену от приятельницы не может. Потом Наташа заявила, что раз уж произошла такая история, то это явно намек с неба, что я просто обязана к ним приехать сегодня с ночевкой. Моя подруга простит. Она поймет. Поймет что? Разве что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Она просто поймет, что вот почему-то небу угодно, чтобы мы именно сегодня обязательно встретились. Потом были еще два дня, полные общения, дружбы, бесконечных планов по поводу нашего всеобщего переезда в поселение Гваот, организации там русскоязычной общины и т.д. и т.п. И так легко дышалось в этом скромном, обшарпанном домике в Хевронском Нагорье. Так хорошо там спалось, так много планировалось. Ремезовская тропинка продолжает спускаться под гору. Воспоминание идет за воспоминанием. Остановить их уже невозможно. И так, до самого конца. Разобравшись с зубной пастой и всеми другими делами в Иерусалиме, я все-таки села в машину к той самой подруге, которая не доехала в прошлый раз. Имосы звали к себе, конечно, но мне уже было перед ней неудобно. Мы ехали вдоль древних гор Беньямина. Постепенно наступал вечер. Мы планировали, как будем готовить суши. Мы думали, этому дню сейчас придет конец. За разговором подруга поделилась со мной, что хочет второго ребенка. Да вот финансы не позволяют. Ты посмотри на имосов, сказала я ей. Нет у них никаких финансов, зато есть шестеро счастливых детей. Это не так уж связано одно с другим, как кажется. Имосы твои, ангелы. Они святые, сказала мне подруга. Я так не могу жить, как они. Я обычный человек. Да в том-то и дело, объяснила я ей, что они не ангелы. Они самые обычные люди. Живые, из плоти и крови. Веселые. И все равно у них так получается. Хотя они находятся на земле, а не на небе. В это время мне уже наперебой звонили ближайшие друзья. Но там, где мы ехали, не было мобильной связи. Шампуни были выставлены по дороге в кассу. Кажется, надо еще и шампунь купить. Вот именно такой шампунь стоял у имоса в ванной. Я вспоминаю, как четырехлетний Озик героически нес патруль у дверей этой ванной, пока я мылась, чтобы туда не ворвались бесконечные представители прессы и общественности. Потом, когда я поблагодарила его за помощь, он спросил меня, «Маша, а почему вы с Аликом не хотите меня усыновить? У вас же еще нет детей. Я вам не нравлюсь?» А потом он спросил меня, «Папу и маму хоронили так же, как мы с папой хоронили недавно нашего любимого кролика. Мы его закопали в землю, насыпали сверху горку земли, чтобы узнавать это место, и сказали, «Спи спокойно, наш кролик, мы тебя всегда будем любить и помнить». Это было так же, их вместе хоронили или по отдельности, а что сверху написали? «Нет, вы посмотрите», – слышу я рядом со своим ухом возмущенный голос дамы преклонного возраста. «А еще у нее берет на голове, и это не мешает ей, религиозной замужней женщине, спокойно пролезать без очереди». «Надо же, какая наглая женщина с беретом, что лезет без очереди!» «А что эта дама на меня таким возмущенным взглядом смотрит?» «Это я, что ли, та женщина и есть?» «Послушайте», – раздраженно отвечает ей стоящий рядом мужчина, – «чего вы пристали к женщине? Она здесь совершенно случайно встала. Разве вы не видите?» Она плачет. «Кто плачет?» «Я плачу!» «Извините», – шепчет пожилая дама, прикладывая руки к груди. «Я совсем, совсем не хотела вас обидеть. Я не права». «Знаете что?» – говорит она примирительно. «Давайте не будем ссориться. Скоро еврейский Новый год. Хорошего вам праздника! Хак-самэах!» «Ах, праздник!» – кричу я вдруг на весь Суперфарм, и мне кажется, что это кто-то другой кричит где-то в стороне. «Значит, праздник у вас? И нет вам дела до того, что чудесные супруги, историки журналистка, убиты совсем недавно, несколькими выстрелами в упор, и с ними заодно трэмписты, беременная женщина и только что женившийся парень. Не важно, что шестеро детей остались сиротами, что младшему четыре года, что прекрасная жизнь, наполненная любовью и верой, прекратилась в их доме, и он стоит черный и пустой. Это вам все не важно. «У вас Хак-самэах!» Люди вокруг сгрудились в кучку, и к ним подходят другие. «Семья Имас!» – идет шепот по рядам. «Та, что была на первой странице, это их родственница или подруга!» «Вы были близки с щитой Имас!» – проникновенно говорит мне один мужчина. «Мы все понимаем, мы все здесь приносим вам свои искренние соболезнования». «Мне?» – кричу я не своим голосом. «Почему мне?» Разве не с вашими семьями может случиться все то же самое? Разве не ваши дети и супруги выходят утром из дома, и никто не знает, что будет с ними вечером? Разве не вы живете в стране, где теракт может случиться с каждым? Сегодня люди есть, они дышат, рожают, смеются, строят планы, а через несколько секунд их нет! Нет вообще нигде! Все это может случиться с вами, и с вами, и с вами!» Люди в суперфарме стояли тихо, потупив глаза. Они ничем не хотели меня обидеть. С тех пор я начала понимать.